ставим ее на весы ставить его нужно вот так а теперь смотрите сюда здесь трансовая часть начнем самого главного это электрический насос достаточно толстая ткань надежная вместительная лодка всем привет с вами руслан магазин мне лодку сегодня у нас на обзоре ривьера 3400 sk компакт цвет черный светло-серый и наша сегодняшняя задача это ответить на ваши вопросы мы взвесим все комплектующие лодки саму лодку шкуру от лодки полы весла скамеечки все взвесим покажем вес отдельных ее частей также накончаем эту лодку соберем посмотрим ее со всех сторон а также сегодня у нас эксклюзивчик сегодня после этого видео обзора состоится прямая трансляция это интерактив с участием этой лодки в нашей группе вконтакте то есть вы сможете управлять камерой и говорить какие части этой лодки вам показать поближе то есть прямо в прямом эфире понятно что сейчас вы смотрите это все в записи видео с прямой трансляции осталось в группе вконтакте ссылка на нашу группу вконтакте под этим видео находится мы теперь будем практиковать такие прямые интерактивные включения с обзором какой-то лодки либо мотора это все будет проходить в нашей группе вконтакте так что обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить вот эти все самые свежие интересные новости а также подписывайтесь на этот канал чтобы быть в курсе свежих видео обзоров итак давайте поскорее начнем и приступим к самому интересному взвесим лодку в сумке ну то есть здесь вся лодка кроме полов полы отдельно вон там стоят и так 31 килограмм 150 грамм теперь взвешиваем полы полы идут в своей отдельной сумке 9 миллиметровая слайд полы весят 12 килограмм 150 грамм двигаемся дальше открываем сумку сумка с тремя ремешками это виде конверта она идет очень удобно открывается так открывается так два ремешка и мы видим лодку здесь есть насос сама шкура лодки паспорт ремонтный набор ткань клей два разборных весла стрингера 9 миллиметровые алюминиевые и две скамеечки из влагостойкой фанеры и сумка от лодки сейчас мы взвесим все эти части отдельно и так приступаем к взвешиванию лодки по частям это сама шкура то есть здесь ничего нет лишнего это просто сама лодка ставим ее на весы лодка весит сама шкура 22 килограмма 200 грамм идем дальше взвешиваем отдельные части насос 750 грамм банки или скамеечки для лодки взвесим сразу две штуки ну одна штука ладно 2 килограмма 150 грамм две штуки 4 килограмма 150 грамм примерно 4 килограмма 150 грамм весла два весла сразу взвешиваем 1 килограмм 150 ой 1 килограмм 500 грамм полтора килограмма и стрингера два стрингера 1 килограмм 200 грамм остался еще ремонтный набор клей ткань но здесь веса практически никакого нет 100 грамм лодка готова к сборке начинаем ее разворачивать вот смотрите как она свернута на заводе борта завернуты и она мотана она вокруг транса цвет светло-серый с черным комбинированный а собирать эту лодку сегодня будем не как на прошлых видео попробуем новый метод мы подкачаем немножко баллоны все накачаем киль чуть-чуть чтобы легче было ставить полы попробуем как это будет накачиваем кстати мы своим любимым насосом уже второй сезон его используем marlin gp 80 by он 2 ступенчатый докачивает до заданного давления здесь колесиком восстанавливаем 250 миллибар чтобы накачать баллоны он докачивает до конца и сам вырубается очень удобный насос подключаем его баллону и начинаем накачивать так баллоны немножко подняли и теперь ставим полы полы здесь в сумке из разных секций состоят каждая секция с одной стороны гладкая с другой стороны шершавая ставим шершавой стороной наверх чтобы ногами не скользить начинаем с носовой секции загоняем ее переднюю часть лодки следующая секция следующая секция идет с отверстием под накачивание киля стыкуем ее с носовой секции вторую секцию поставили ставим третью секцию здесь всего 4 секции напомню что сейчас я немножко подкачал кей чтобы мне было проще стыковать секции потом ставить стрингера и последняя четвертая секция здесь уже есть отверстие под сливной клапан поэтому обратите внимание если вы неправильно поставите полы вот это вот отверстие она смещена относительно центра если полы поставить наоборот то у вас отверстие под сливной клапан не совпадет с самим клапаном поэтому полы ставить нужно шершавой стороной наверх и ставим последнюю четвертую секцию загоняем ее под бруски которые стоят на транс вот и стыкуем 3 секции четвертую секцию мы соединились 3 полы распрямили иди теперь ставим стрингера келья здесь подкачал чтобы между полом и по елам было какое-то пространство что-то не туда руки подлазили чтоб не было проще ставить стрингера но это все равно что весло подложить подлодку в принципе эффект тот же самый теперь я беру стрингер ставить его нужно вот так плоской стороной на днище и все стрингер поставился распрямляем а вы все стало в шов кстати здесь вот в новых версиях лодок и ревьера компакт стоят усиления под стрингера вот эти шайбы круглые на полах вот здесь вот так видно они здесь наклеены специально в тех местах где стринге своим краем упирается в днище это защита ну и ставим 2 стринге точно также полы установили стрингерами скрепили теперь начинаем накачивать отсеки ставим на насосе 250 или бар потому что нужно баллоны докачивать до 250 как рекомендует завод но здесь на шильдике написано 250 мили бар должно быть где-то здесь написано и начинаем накачивать я поставил скамеечку пока накачивается лодка специально так проще пока водка еще не накачена скамеечки поставить проще чем потом на накачанную лодку поэтому я делаю это сразу или можно делать параллельно с накачиванием лодки чтобы сократить время на сборку так у нас осталась носовая секция и киль еще носовая секция самая большая так нос накачали теперь подкачиваем корму еще 250 я не сразу подделал по переменке как в инструкции написано так все баллоны накачены я параллельно весла ставлюсь загоняем весла в фиксаторы и все остался киль киль накачиваем точно также до 230 мили бар подсоединяем насос к килю и накачиваем до 250 киль накачиваем пачок закрываем обязательно чтобы не спускать его ногой все лодка собрана мы собрали эту 340 ривьеру и теперь смотрите сюда вот все ее весовые параметры а теперь смотрите сюда вот все ее характеристики а теперь посмотрим на лодку со стороны днища вот так она выглядит светло-серая ткань днище также как и баллоны привальная лента защита по киль стоит пять с половиной сантиметров шириной по всему килю сливной клапан самом низу транса посмотрим на нее поближе теперь многие спрашивают а большой ли у нее киль достаточно приличный смотрите посмотрим с другой стороны здесь трансовая часть 46 большой баллон аккуратная проклейка гарантия два года на лодку это компакт версия ткань здесь 900 грамм на метр квадратный все характеристики на сайте все есть в описании смотрите вам понравилась эта лодка вы решили ее купить что же можно взять в качестве аксессуаров для нее начнем самого главного это электрический насос с помощью которого можно удобно ее накачать как мы сделали на этом видео рекомендуем вам насос которым пользуемся сами это марлин gp80b с аккумулятором есть точно такой же но без аккумулятора он в два раза меньше вот так вот накачивается подключается он проводами к аккумулятору внешнему например к автомобильному провода в комплекте идут длинные стоит он примерно чуть ли не в два раза дешевле чем этот если без аккумулятора комплекте шланг все что необходимо для того чтобы накачивать что еще накладки на сиденье вообще незаменимая вещь деревянном сидении сидеть продолжительное время очень неудобно а здесь в комплекте две накладки на обе скамеечки еще и сумка подсидельная как они устанавливаются очень просто сверху прикладываются к сиденью и затягиваются ремешками трех местах второе сиденье крепится точно также подсидельная сумка она отстегивается если вам она не нужна или вы ее захотели взять с собой в палатку ткань здесь не промокаемой то есть ваши вещи в этой сумке не промокнут сумки есть ручки все это взяли и внесли внутри она мягкая здесь вот можно посмотреть наполнитель пенка трехслойная стоит при желании можно заменить здесь стоит замок молния вообще незаменимая вещь на сайте цена на нас на эти накладки сейчас 1700 если берете с лодкой они идут со скидкой а может быть вам их в подарок дать кстати спросите у нашего менеджера возможно сегодня акция что еще вам понадобится спасательный жилет либо оранжевый цвет ну games кстати обязует на воде быть в оранжевом жилете либо камуфляжный жилет это пиксельный цвет также есть детские жилеты но детские все обязательно оранжевого цвета они еще и с воротником взрослые тоже есть воротником все жилеты есть на сайте смотрите в аксессуарах для этой лодки есть носовой тент кстати недорогой очень даже недорогой как раз для этой лодки для ривьера компакт 340 вот посмотрите этот тент поближе ссылка на него под этим видео и вот здесь вот вверху справа сейчас она появилась можете посмотреть поближе этот тент он черно-белого цвета как раз для этой лодки что еще можете купить его коврик обязательно нужна вещь цвет абсолютно любой хоть красный как я вот держу руках для этой лодки подойдет черный серый но любой какой хотите фиолетовый там кому что нравится берут абсолютно разные цвета его коврик это такой жесткий коврик из материала его который защищает лодку от повреждений и грязи пол становится ну как пенка ровный такой идеальный жесткий грязь задерживает вот эти вот ячейки потом его вытаскиваете всю грязь вынимаете а полы в лодке остаются идеально чистыми вообще отличная вещь ну и такой мелкий аксессуар очень дешевый это чехольчик для насоса для чего он нужен ну чтобы насос был на своем месте еще этот насос лягушка то есть он состоит из двух частей которые таким образом накачивают лодку и есть защелка которая держит эти две части иногда бывает что защелка слетает и насос раскрывается а если вы его в этот чехол положили то даже если он раскроется он не займет много места чехол его бы сдержит просто складывается в чехол закрываете замочком и насос на своем месте отличная вещь мы давайте быстро пробежимся по периметру лодки посмотрим ее поближе немножко на ее швы на все приклеенные элементы фиксатор весла леерная шайба уключена лик трос которому крепится скамеечка швы здесь все идеальные очень аккуратно сделаны гарантия на них два года идет ткань здесь 900 достаточно толстая ткань и плотная можете посмотреть поближе насколько это видно вы все проклеено аккуратно эмблема мастер лодок ручка привальная лента словно отбойником в общем аккуратная большая надежная вместительная лодка для всей семьи для рыбалки для охоты просто для семейного отдыха вот новые шильдики ривьера сейчас ставят здесь на боку на баллоне раньше на транс стояли сейчас на баллоне три человека 15 лошадей максимум 550 килограмм грузоподъемность 45 километров в час примерно лодка развивает максимальная скорость спасибо что досмотрели это видео до конца были с нами на протяжении всего обзора ставьте лайки как вам понравился этот видео обзор обязательно подписывайтесь на наш канал не забывайте зайти в нашу группу вконтакте где мы проводим интерактивы недавно начали и будем практиковать дальше интерактив это значит вы сами говорите какую часть лодки или мотора или что вам показать прямо в прямом эфире эту лодку а также другие лодки мы доставляем транспортными компаниями по всей россии а также за ее пределы расчет доставки делайте на сайте у нашего менеджера спрашивайте вам все ответят а с вами был руслан магазин мне лодку всем пока